Юрий Фельштинский, российско-американский историк, доктор исторических наук и следователь новейшей истории России с нами на связи. Доброй вам ночи. Здравствуйте. Доброй ночи, добрый вечер. Вот да, вот мы цитируем здесь средства у вас информации, среди прочего, CNN, вот много западных, кстати, коллег наших, почему-то вот в едином порыве действительно как-то вот сравнивают вот сегодняшнее событие с тем, что происходило в 41-м году и выступление Черчилля в Конгрессе США. Вы как историк, можете ли вы провести определенные параллели, в чем именно эти параллели могут быть, кроме факта представления, да? Во всем эти параллели, 24 февраля началась Третья мировая война, во всем эти параллели. А Англия после капитуляции Франции в одиночестве билась с Германией, ну, до тех пор, пока волею судеб Германия не атаковала Россию и Советский Союз не стал вынужденно союзником Англии, но в одиночестве, да, вот до 41-го года в одиночестве. И пока в Америку не вошла войну в декабре 41-го года, Англия в одиночестве билась. И в такой же ситуации абсолютно сейчас, к сожалению, Украина. Конечно, чем скорее американцы войдут в эту войну, тем всем будет лучше, легче, проще. Это произойдет, просто, к сожалению, Америка очень медленно раскачивается. Но когда уже она раскачивается, то она решает исход битвы. Так было в Первую мировую войну, так было во Вторую мировую войну, так будет в Третью мировую войну. — Юрий Георгиевич, я бы хотел процитировать еще Зеленского. Сказал важные слова, что россияне должны победить Кремль в своих головах. Мы победили Россию в битве за умы. У россиян будет шанс стать свободными, если они победят Кремль в своих головах. Президент Украины об этом говорит. Скажите, вам, как исследователю новейшей истории России, не кажется ли, что практически на данном этапе россиянам победить Кремль, Путина даже, пускай, Путинский Кремль в своих головах, достаточно сложно? — Ну, сложно, потому что для того, чтобы победить Кремль, нужно начать смотреть на Кремль как на своего врага. Вообще нужно понимать, что самый большой ущерб, самый большой урон Путин приносит России. Вот при том, что разрушается Украина, мы все это видим, знаем, это все на наших глазах, при том, что гибнут украинцы, мы все это тоже видим и знаем. Но на самом деле Украина оправится от этих разрушений. А вот Россия от них не отправится никогда. Это сейчас не видно, это сейчас незаметно, это так не видится в России. Но Путин нанес России ущерб, от которого она оправиться не сможет. Ну, в пределах 100 лет, да, никогда, я не говорю никогда. Через 100 лет, может быть, как-то она оправится. Поэтому главный враг России — это Путин. И действительно, до тех пор, пока Россия не поймет, что главный ее враг — это Кремль и Лубянка, ничего нельзя будет поделать. И Россия будет продолжать разрушаться и разрушаться и разрушаться. И каждый день этой войны, он трагичен для Украины, вопросов нет, гибнут люди. Но он, поверьте мне, каждый день этой войны в 10 раз более разрушительнее для России. Каждое подобное выступление в такого уровня площадках международных, он, как мы уже сегодня говорили, несет определенный символизм. И, учитывая, что именно американская сторона пригласила президента Зеленского, учитывая, что пригласила именно сейчас. И до этого американские представители говорили, что пришло время определенным переменам. То есть новый этап в войне происходит именно сейчас. Как вы думаете, в чем символизм именно этого визита сейчас? И какой этап происходит в войне? Как вы можете проанализировать из открытых источников, которые вы видите? Ну, в принципе, речь Зеленского абсолютно блистательная. И то, что этот визит оказался полным триумфом, это, безусловно, так. Но будем надеяться, что этот триумф в Конгрессе приведет и к реальным результатам в смысле выделения Украине необходимых видов вооружений. А на самом деле, к сожалению, и я это неоднократно говорил, до тех пор, пока эта война будет проводиться, как бы вестись в формате оборонительной, Украина при всех победах на земле, на поле боя не может победить. Перелом, который произойдет, произойдет только после того, как Украина вместе со своими западными союзниками, прежде всего Соединенными Штатами, но и Европы тоже, потому что Европа более осторожна, чем Америка, Европа ближе, Европа больше боится России, перейдет к наступательной фазе операции. Вот тогда, когда эта война из оборонительной превратится или станет наступательной, тогда мы достаточно скоро сможем ожидать конца Российской Федерации в том формате, в котором она существует сегодня, конца Путина и конца режима Путина. Потому что до тех пор, пока война эта проводится как оборонительная, когда Украина всего лишь защищается от российских ракет, сколько может, а защититься на 100% ни от каких ракет нигде никогда, Путин на самом деле, ну он кладет какое-то количество там тысяч или десятков тысяч российских солдат, но это его совершенно не волнует. И Россия этой войны не чувствует. Вот этот перелом желателен, и нужно его, я надеюсь, ожидать. И на пресс-конференции в Белом доме украинская журналистка, фамилии которой я, к сожалению, не запомнил, задала очень умный, очень правильный вопрос. Что вот вы даете сейчас одну систему патриотов, про которые 9 месяцев назад вы говорили, что вы никогда в жизни их не дадите. А почему бы сразу Украине не дать все то оружие, которое ей нужно, чтобы победить? И на самом деле это был очень правильный, очень мудрый, очень умный вопрос. И в тот момент, когда американцы вместе со своими европейскими союзниками наконец-то придут к пониманию того, что Украине нужно дать то оружие, которое нужно, чтобы Украина победила, эта война закончится. Сколько это займет времени, я не знаю. Я вот сейчас смотрю, что президент Зеленский выступал, вспоминаю, в марте, 1 марта, если я не ошибаюсь, 22 года, в Европарламенте. Там тоже у него была достаточно яркая речь. После чего, спустя недолгое время, мы получили статус кандидата на вступление в Евросоюз по сокращенной программе, помните, да? После этого вот недавно была сессия парламента европейского, где была принята резолюция о признании России государственным спонсором терроризма. Да, то есть машина была запущена, вот это выступление, оно принесло определенные плоды. Сегодняшнее выступление в Конгрессе может расшевелить и некоторых европейских политиков, которые, как вы говорите, ведут себя более осторожно, побаиваясь. Ведь сегодня очень много слов сказано именно о бесстрашии и о смелости в стенах Конгресса, о смелости украинского народа и о смелости тех конгрессменов, которые будут голосовать за эту помощь и будут не сбавлять обороты этой поддержки Украине. Может эта речь завести какую-то еще определенную машину, которая отрикошетит и на европейских политиков? Понимаете, эта речь на самом деле является таким, ну, спокойным разъяснением Америки и Европе, что происходит в Украине и что в Украине, собственно, делает Путин. И я должен сказать, что при всех опасениях, которые мы слышим с разных сторон, что те или другие политики пытаются быть осторожными, пытаются не провоцировать в кавычках Путина, пытаются остановить эту войну через переговоры. На самом деле, к сожалению, ничто это невозможно. Ничто это невозможно. Путина можно остановить, Путина, Россию в нынешнем ее состоянии психическом, психиатрическом. Можно остановить только через победу в этой войне. Я думаю, что это понятно абсолютно всем. Тем, кому это непонятно, это понимание придет со временем. Поэтому Европа и Америка, в большей части Европа, в меньшей части, может быть, Америка, при всем нежелании, достаточно естественном нежелании, это как бы естественно для всех стран. Скажем так, тратить деньги на войну в Украине не имеет выбора и выхода, потому что на самом деле украинцы сейчас борются за свободу в Европе. Прежде всего, меньше в Соединенных Штатах, за свободу в Соединенных Штатах. Хотя вот уже одновременно, ну буквально это было одновременно, да, с визитом Владимира Зеленского в США, Путин уже объявил об увеличении российской армии на 50%, о новых угрозах, которые представляет НАТО, которые приближаются к российским территориям. И привел в пример вхождение в НАТО Швеции и Финляндии, что было абсолютно спровоцировано российским вторжением в Украину. Рассказал нам про создание каких-то новых видов вооружений, в том числе в космическом, там, космическому атомному оружию. Понимаете, у Европы, у Соединенных Штатов нет другого выхода. Путин начал мировую войну. Сейчас, конечно, не все хотят ее так называть, все боятся ее так называть. Это невыгодно перед избирателями ее так называть. Но 24-го числа началась Третья мировая война. Вопрос только в том, как, кстати говоря, сказал Байден. Сможем ли мы победить в Украине? Вот если мы сможем эту Третью мировую войну закончить в Украине, победой Украины и поражением Российской Федерации, тогда мы действительно сумеем избежать расширения этой войны в полномасштабную Третью мировую. Я искренне надеюсь, что это возможно. Но для этого Украине нужно дать все те виды вооружений, включая наступательные, которые, как считают ВСУ, необходимы для победы. Если это не будет сделано, если это будет сделано, скажем так, недостаточно быстро, если скорость этой помощи и масштабы этой помощи будут незначительными или недостаточно значительными. Потому что сейчас они не то что незначительные, но недостаточно значительные. Эта война расширится до Третьей мировой, полномасштабной, всеевропейской и, возможно, атомной. А у меня в этом свете есть очень логичный вопрос. А что по ту сторону экрана, по ту сторону океана? Я имею в виду Россию, Кремль, Путина. Он за этим всем наблюдает. Сейчас вы совершенно справедливо сказали о оборонительном вооружении, потому что ЗРК «Патриот» в количестве одной штуки будет далеко не завтра. Для этого понадобится еще несколько месяцев, как минимум. Прогнозируете ли вы сейчас ту эскалацию, о которой многие СМИ уже написали, в частности, в России пишут, что визит Зеленского вызовет новую эскалацию. Что сейчас сделает Путин? Вот его следующий шаг буквально завтра, но, может быть, на этой неделе. Ну, про завтра, про эту неделю я не знаю, но я думаю, что Путин прочитал как бы все, что было сказано достаточно правильно, что в течение нескольких месяцев Украине наступательных видов вооружений давать никто не будет. Соответственно, у него есть еще несколько месяцев, включая всю зиму, для того, чтобы разрушить максимально Украину. И, кто знает, может быть, Украина к этому времени сдастся. А кроме этого, Путин уже объявил и уже будет проводить формирование новой армии. Эта новая армия готовится для нового наступления на Киев, которая является, естественно, направлением главного удара, как и должно, в общем-то, быть по правилам войны в данном случае. Уже он слетал с Лукашенко, уже он договорился с Лукашенко об участии Лукашенко в новой военной операции. Уже он озвучил нам всем сотрудничество Российской Федерации и Беларуси в космическом, в усвоении, я не знаю, космического пространства и в совместной работе над атомными проектами. И читать это иначе, как размещение ядерного оружия в Беларуси, лично я не могу. Поэтому Путин готовится к полномасштабной Третьей мировой войне со своей стороны, собственно. Ну, не то, что он правильно делает, но это то, на что он обязан закладываться, поскольку он в феврале начал эту войну. Поэтому ничего как бы хорошего я от Путина не жду. Никаких шагов назад я от Путина не жду. Я жду лишь увеличения уровня агрессии. И это то, что мы будем видеть, повторяю, до тех пор, пока, ну, главным образом Соединенные Штаты, как было в Первую мировую войну, как было во Вторую мировую войну, не начнут давать Украине наступательные виды вооружений с целью не сдержать российскую агрессию, потому что сдержать ее как бы невозможно. Это как бы невозможно, а победить в этой войне. То есть, на самом деле, установка должна быть не на сдерживание агрессора, а на победу над ним. Вы знаете, вот вы говорите про исторические параллели, и поэтому вот я вспоминаю сегодняшние фразы и цитаты Владимира Зеленского. Он говорил, что никаких компромиссов, никаких месседжей человеку неадекватному и болезненно воспринимающему вообще понятие мир. Вот в этой ситуации мне хочется спросить, а говорили ли с Гитлером перед тем, как закончить Вторую мировую войну, о каких-то компромиссах? И второй момент, Германию ведь остановили на территории Германии, для того, чтобы закончить Вторую мировую войну. И там тоже была история и с бункером, и фанатичная вера фюрера в свои успехи, которые ему доносили, боясь разозлить. В этом тоже история повторяется? Тогда почему не на территории России можно закончить войну? Я просто из исторических параллелей вам такой вопрос задаю. Ну, к сожалению, для всех, для нас, Германия географически была меньше территории, чем Российская Федерация. Ну и времена были другие, и главное, ядерного оружия не было. С точки зрения Путина, он не может проиграть эту войну, потому что у него есть ядерное оружие. И потому что он считает, что в крайнем случае, и, кстати говоря, Гитлер, наверное, так же бы считал, что в крайнем случае он использует ядерное оружие. И я, кстати, думаю, что если мы не сможем задушить Путина как бы вот в ближайшее время, то чем дольше идет эта война, тем ближе и ближе и ближе российское руководство подходит к идее использования ядерного оружия. Причем не только против Украины, и даже не столько против Украины, сколько против прежде всего Восточной Европы, ну а затем уже, кто знает, может быть и против всей Европы. Поэтому может, ну не может оказаться, а я не исключаю, что мы находимся в самом начале мирового конфликта. И опять же, я повторяю, у всех европейских лидеров, у руководства Соединенных Штатов есть надежда, что эта война каким-то образом будет затушена в границах Украины. И это как бы очень хороший для Европы, для Америки вариант. Он разрушительный, опять же, для Украины, потому что пока что Украина разрушается, и гибнут украинцы. Но для Америки и для Европы это как бы относительно спокойный вариант, если так цинично смотреть на вопрос. Но я не думаю, что это возможно, разве что американцы более активно примут участие в этой войне. Иначе эта война расширится за пределы Украины, потому что у Путина не изменились цели. После 10 месяцев почти уже войны, после того, как он потерял первую армию, после того, как он потерял вторую армию, которая сбежала из России, у него не изменились цели внешней политики. Он как планировал захватить Европу, так он до сих пор и планирует захватить Европу. Он как планировал оказывать противодействие и противостояние Соединенным Штатам, этот до сих пор остается главной целью российской внешней политики. Поэтому для Путина меняются только сроки. Он как бы уже потерял 10 месяцев. Но он, да, проводит новую мобилизацию. Вот он уже объявил об увеличении российской армии. Он будет создавать, воссоздавать какие-то там новые виды движения. Для него все остается без изменений. Юрий Георгиевич, в финале нашего разговора хотелось бы в такую небольшую черту все-таки подвести. Раз мы уже начали с исторических параллелей, и ими же и закончим. Все-таки у Гитлера был определенный фанатизм, ненависть к еврейской нации, и здесь ненависть к украинской нации. Но с одним маленьким разницей, что разные эпохи сейчас и разные ценности. У того и у этого. И те дворцы, которые он строил за украденные российского народа деньги, и то, как он прикармливал всю свою верхушку этими же деньгами, и продолжает вкладывать огромные деньги в защиту свою на территории России, то есть внутренние войска, имеется в виду ФСБ и все остальные, и говорит о том, что этот человек явно умирать не хочет. Когда вы говорите о возможности принять ядерное оружие, ну это гарантированное уничтожение. Но он же не самоубийца. То, как сделал Гитлер, он явно не хочет. Да, но Гитлер тоже, наверное, не был самоубийцем, а в конце концов покончил с собой. И Геббельс тоже не был самоубийцем, а в конце концов покончил с собой, предварительно умертвив всех своих детей. Кстати, было очень много. Поэтому я думаю, что это не аргумент, указывающий на то, что Путин сдастся или пойдет, сделает шаг назад, или поймет, что он сделал ошибку. Мне кажется, что все они уже перешли эту красную линию, этот Рубикон. И в этом смысле они, да, все уже самоубийцы и покойники. Но нам от этого не проще, к сожалению, потому что наша цель победить. Спасибо большое за Ваше видение ситуации. Юрий Фельштинский, российско-американский историк, доктор исторических наук, исследователь новейшей истории России, заканчивает эту часть нашего эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова